Токсичные установки в обществе В гостях психолог Гродненской клинической больницы номер 3 Павел Джилай. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Наталья. Почему на происшествии в виде нападений, насилия, увечий, причинения тяжких телесных повреждений люди часто реагируют неадекватно? Давайте я, например, приведу в качестве примера случай, когда в России бывший муж отрубил женщине руки. И в интернете на происшествии очень частая реакция была следующая. Это же как нужно было довести мужика, до какого же состояния его нужно было довести, чтобы он сотворил такое. То есть в случившемся многие обвиняли не человека, его стремление к контролю и насилию над более слабым, а жертву, которая вроде как его как-то там довела. И такие реакции — это, в принципе, не единичный случай, это частое явление. Почему оно существует? Оно существует, потому что люди реагируют на такие события обычно с страхом. То есть и страх может включать различные такие вот механизмы защиты. И тут тоже важно, кто об этом говорит. Если это говорит женщина, это может быть как защита, то есть что я так не делаю, со мной такого не случится. Притом, если человек, женщина об этом говорит именно про другую женщину, может быть даже так, что она не осознаёт, что в этот момент, что происходит, что это не её мнение, а что она так напугана. Если это говорят мужчины, то здесь другая сторона может быть, что вообще такие патриархальные вещи, то есть патриархальное общество, в котором женщина по статусу может быть где-то ниже. И поэтому оправдание мужчинам, то есть во многих ситуациях, может приводиться, что они как-то их довели, то есть или, как говорят, во всём ищите женщину. То есть очень много таких установок, которые оправдывают одних и, в общем-то, совершенно опускают вниз других людей, то есть не дают им возможности даже быть как-то неправыми или ошибаться и так далее. Поэтому это скорее такие причины могут быть. То есть страх и некоторый строй, установки, которые из поколения в поколение передаются как правильные. Ну а где здесь логика? Есть преступник, есть жертва. Почему жалеют преступника и пинают жертву? К сожалению, когда включаются эмоции, логика уже не работает, потому что есть эмоциональный отклик, наших эмоций много, потому что события чрезвычайны, и, соответственно, человек рационально уже не думает. Как я уже говорил, включаются какие-то глубинные защиты, притом неизвестно вообще, на что человек в этот момент реагирует, потому что если страх начинает, мы начинаем вспоминать какие-то события, с кем-то еще это происходило, и когда мы не можем это объяснить, мы начинаем от этого защищаться. Поэтому, заметьте, ведь никто не пытается найти факты. Почитали, сразу комментируют, сразу дают какую-то оценку, не пытаясь выяснить. Это вообще может быть фейк, это может быть информация искаженная, ну не неполная, это может быть правда, но при этом есть какие-то факты. Не разбираются просто, и поэтому логику здесь искать, наверное, не стоит. Зависит ли реакция людей на происшествие от подачи материала в средства, массовой информации, либо это все-таки какая-то внутренняя реакция и какие-то личные установки? Вот манера подачи, смысл, ведь информация, она такая, ее можно подать по-разному. Да. И многие, кстати, на этом спекулируют. Вот сама подача материала, она каким-то образом влияет на восприятие аудитории? Безусловно влияет. Если, например, подать достаточно тревожное какое-то событие, но при этом на фоне поставить спокойную музыку, оно будет восприниматься спокойнее. Если спокойное событие проговорить, например, тревожным каким-то жестким голосом, оно будет совершенно по-другому звучать. Даже расстановка информации, то есть если поставить ее перед какой информацией, после какой информации, то есть это вот момент фокуса. То есть что берется в фокус? Помните, казнить нельзя помиловать. Там, где было ударение, там, где вот именно смысловое, там и получилось. То есть это были совершенно разные фразы. То же самое здесь. И более того, люди не верят. Очень часто, если она говорится вербально, то есть словами, то есть они смотрят, как говорят, больше, чем что. Потому что если мы, например, говорим с улыбкой, что в этом вы так ужасно выглядите, она нам не верит. А если мы говорим, ну да, с кислым лицом мы говорим про то, что все хорошо, нам тоже не верят. Поэтому, безусловно, влияет. Я, кстати, недавно слышала о каком-то исследовании, о том, что женщины воспринимают, например, оскорбление от мужчин как шутку, когда те, например, говорят гадости, но при этом улыбаются. Да, это больше на флирт. Непонятно, возникает напряжение, а что это? А может, это он так флиртует? То есть кроме содержания информации воспринимается много сопутствующих вещей, которые есть. Кто говорит и как. Ясно. Влияет ли на отношение к произошедшему каким-то образом уровень образования именно человека, который воспринимает информацию? То есть интеллектуальный уровень, способность к саморефлексии, к самокопанию, либо индивидуально здесь как-то ни при чём ни уровень образования, ничего, именно эмоции включаются и всё. Есть такая фраза, что категоричность — признак глупости. То есть очень такие... Когда человек безапелляционно заявляет, что это вот так и так, это, знаете, как прочесть одну книжку и сказать, что я, например, профессионал. Вот что-то подобное. Интеллект упрощает. Имеется в виду, что когда у человека низкий интеллект, например, мы обычно говорим о среднем уровне, потому что низкий — это другая история. То есть если средний уровень интеллекта, он упрощает, для него нет нюансов. Вот так или так, чёрное или белое. И есть такая же ситуация, может быть, и с личностью, то есть личностная особенность, категоричность, но не связана, например, с интеллектом. Чем выше интеллект, тем больше человек способен видеть детали, ну рассматривать что-то, видеть что-то. И, соответственно, ему не так легко уже, ну скажем так, говорить категорично, прям безапелляционно, что это так или иначе. Поэтому, да, безусловно, он влияет именно на уровень образования, уровень эрудированности, начитанности и так далее. Поэтому это действительно... То есть чем выше уровень образования, не обязательно, возможно, интеллектуальный уровень, возможно, способность к рефлексии и вот этому... К критическому мышлению. К критическому мышлению, да. Тем, скажем так, выше возможности адекватного восприятия происходящего, я так понимаю. Да, потому что мы видим это не так однозначно, как вот раз не только то, что увидели, а мы пытаемся ещё понять. Почему? Да, почему и что, и, может быть, и не делать каких-то заявлений, потому что у нас нет информации. Низкий интеллект очень часто становится причиной того, что человек говорит, а, мне всё понятно. И он уже сразу говорит. А зависит ли реакция на происходящее от менталитета общества? Либо, например, от степени его религиозности? Может ли одна и та же информация, например, в разном обществе вызвать разный резонанс, разную ответную реакцию? Ну, это так и есть, когда в культуре принимается, например, отношение к смерти, допустим. То есть в одних культурах, то есть в восточных, к этому относятся более философски и спокойно. Это не означает, что они не боятся, это означает, что они по-другому относятся. В европейских культурах это отношение, то есть когда происходят какие-то события или чему-то угрожает, более встревоженное. То есть поэтому культура и менталитет, и какие-то устои, и даже есть то, что позволяется. Например, в одних культурах это не позволяется. Взять даже обычное воспитание детей, если, например, японскую культуру слышали многие об этом, что ребенку до определенного возраста позволяется многое, то у нас, если этот ребенок приедет и будет висеть себя точно так же, он будет считаться гиперактивным, неадекватным и так далее. Хотя там это норма до определенного возраста, например, до пяти лет. Это, безусловно, влияет и культура, и отношения, и история этого народа, вообще что принято. Или, например, в еврейских семьях детей, ну это дети-кумиры, то есть много чего можно и их хвалят. В то время как в других, мы видим, культурах совершенно по-другому. Ребенка пытаются переделать. Ясно. То есть все-таки менталитет общества, степень религиозности во многом влияет, во многом определяет. И, например, если очень сильно, скажем так, гендерная мужская составляющая в обществе, которая, скажем так, оправдывает во многом мужчин, обвиняет во многом женщин, то жертва женщин априори всегда будет виновата, а агрессор мужчина всегда будет прав. Да. Именно поэтому возникает, например, толерантность к убийствам чести, например, в некоторых странах? Ну, может быть. Понимаете, тут очень важно рассматривать какие-то еще сопутствующие моменты, именно почему такое отношение, именно вот к убийству. Но, понимаете, убийство чести, оно предполагает сохранение чести, то есть убийство — это способ сохранения чести. Такое бывает. И, ну, на самом деле, хотя с точки зрения, вероятно, закона и кодексов уголовного и так далее, то есть это будет все равно рассматриваться как преступление. Но с точки зрения народа это не будет осуждаться, если, например, это было убийством чести. Ну вот в этом вопросе есть какой-то гендерный парадокс. Даже вот на территории нашего постсоветского пространства у нас очень долго вот в течение всего, всей этой истории СССР женщину ставили на один уровень с мужчиной. Феминизм у нас довольно высокого уровня. И все равно гендерная составляющая все-таки она присутствует, когда мужчина всегда, скажем так, больше обелен в каких-то ситуациях, а женщина всегда более виновата. Вот почему даже на нашей территории вот этот гендерный вопрос все-таки присутствует? Можно ли сказать, что на равных ставили? Скорее, ну, как такой момент допускалось. То есть девочки конкурировали с мальчиками, соревновались с мальчиками, хотя изначально, в общем-то, их важно разводить, у них разные роли, их не нужно, скажем так, ставить на одну полосу препятствий. Но на самом деле, опять же, сохранение, вот, ну, понимаете, это то, что передается из поколения в поколение, то есть убежденность, что если мужчина делает так, это нормально. То есть это вообще не осмысливается. Чаще всего это просто передаваемые убеждения, которые, вероятно, в каком-то времени, например, военное время или какое-то более тяжёлое время, социально они были оправданы. Например, потому что мужчин действительно нужно было вывести вперёд, потому что они защищали. Но потом могли произойти, просто не отменились эти, не переосмысливались. Ситуация изменилась, страна поменялась, имеется в виду какие-то условия, а установки остались. Это очень сложно меняется, потому что они укореняются. Они укореняются и даже передаются неосознанно. То есть это не так, что какой-то список, мы говорим, вот список усвой. Нет, они просто нутром, действиями, образом жизни. То есть дети видят, как действуют их родители, соответственно, потом уже во взрослой жизни, создавая свою семью, они действуют точно так же. То есть нет другого примера для подражания. Вот давайте поговорим тогда о такой составляющей, как алкогольное либо наркотическое опьянение в, скажем так, каких-то тяжёлых ситуациях, в тяжёлых преступлениях. В глазах закона это всегда отягчающий фактор, отягчающие, скажем так, какое-то обстоятельство. А вот в общественном сознании, наоборот, ну он же был пьян, ну в чём же он тут виноват, бедняга? Почему так? Почему обеляют в этом случае? Понимаете, тут механизм, они скорее не обеляют, а пытаются таким образом, понимаете, если… Оправдание какое-то найти в этом. Да, если мне нужно, то есть когда мне нужно по отношению ко мне что-то совершается, они не будут это обелять или, например, оправдывать. Но если это по отношению к кому-то и, в общем-то, мне ничего не грозит, таким образом иногда проявляется вроде как милосердие. То есть заметьте, даже если в автобусе, в транспорте будет пьяный человек приставать к людям и все будут смотреть со свращением, но если кто-то заступится, какой-нибудь, не знаю, там мужчина скрутит ему руку, то есть и нападут на этого мужчину, что вы делаете? Он же пьяный, но не трогайте его. То есть это способ, то есть когда… Ну это такой как двойной стандарт, проявление вот именно такой толерантности, но оно не настоящее, потому что и толерантность истинно, если ко мне то же самое сделают по отношению ко мне, я буду поступать точно так же. Но да тут момент, что к другим можно, а ко мне нельзя. А если, возможно, в этом какой-то такой вариант, что люди больше ассоциируют себя не с жертвой, а с агрессором? Может быть и так, потому что быть жертвой и думать, что я могу попасть в такую ситуацию, иногда бывает не так легко, и поэтому психика от этого защищается. А вообще имеет значение в глазах общества социальный статус и финансовое благополучие жертвы и преступника? Оправдание больше склонно… Опять же, кто оправдывает? Если оправдывают, например, я низкого, сам социального уровня, и он низкого, то есть я буду одним образом. Если он богаче, а я его конкурирую с этим, то есть я… Ну есть неприязнь именно к этому условию населения, как говорят мажоры, то осуждение будет больше. То есть на уровне будет меньше осуждения. В разных уровнях будет больше осуждения, потому что они сами по себе присутствуют. То есть они хуже меня, то есть или они там лучше меня, или у них больше, им повезло больше. Скажите, можно ли изменить мнение человека, достучаться до него? Без его желания, скорее всего, нет. Потому что мнение человека — это картина мира. И представьте себе ситуацию, если картина мира, представить это как много-много квадратиков, вы достаете этот индикатор, вся картина рушится. Он не позволит вам это сделать? Ни сознательно, ни бессознательно. То есть обрушить свою картину? Потому что придётся всё менять. Поэтому, скорее всего, будет сопротивляться, только если он сам поймёт, что что-то не так и начнёт с этим разбираться. Но это тоже процесс непростой. Ясно. Спасибо за участие в программе «К сожалению, наше время стекло». Напоминаю, это была тема в деталях. Сегодня мы говорили о токсичных установках в обществе. Смотрите нас на телеканале «Беларусь-4», а также на сайте tv-grondno.by. В студии работала Наталья Залиская. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин